Слава Богу! Спасибо большое за что-то. Слава на Богу! Сегодня еще Олег Григорьевич и днеска Олег Григорьевич и что-то поделит своето слово. Давайте поприветствуем. Много кратко что-то скажу днес. Минут 40-50. Некогда 40-50 минуты. Кто готов потерпеть? Кои е готов да истерпи? С ради слова. Но я шучу, конечно. 35 минут, не больше. Дорогой святой дух, помоги сказать только то, что надо. Скопи сайте, дух помоги, докажи самому того, което треба, докажи, което уча, что они должны сегодня получить. Което треба да получат днескам. Я хочу сказать о деньгах. Искам да говорю за парите. Я специалист по деньгам. Я специалист по зарабатыванию денег. За спечелване на парите. Спечелих много пари. Но преди това бях много беден. И бях грешен. Но когда пришел Бог, все изменяло. Но когда Бог е душил, всичко промени в животе ми. Наверное, вы слышали. Не, наверное, вы обязаны были слышать и знать. Но написано. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующего не погиб, но имел жизнь вечную. Защото Бог толкова возлюби света, че да даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Но знаем, че много грешници в този свят отказват да вярват в това. Съгласни ли сте? Те са грешници. Ние сме други. Ние чухме Евангелие. И промените са случили в нас, защото вярата са роди в нас. Хотя немногие слышат. Обаче немногото чуят. Ние сме малко. Поглянете варно. Колко хора. Сколько людей. Колко има хора и колко не. Теперь вопрос. Если мы такие особенные, ако сме особенные, но тогава трябва да живеем по особен начин. И Бог не мог привести нас к себе. И Бог не би могил да доведе нас при Него и да не следова да не застави. Той казал. Я пришел дать вам жизнь. Аз той дох да ви дам живота с избиток. Каде избиток? Каде и той? Где он? Наверное, вы слышали, что некоторые говорят сегодня верующие. Някую верующие, казват. Има такива учения. Че няма ад? Ада нет, ребята, вы не беспокойтесь. Няма ад не се тревожите. Тва не естинна. Няма го. Это новое учение. Ада нет. Тва нового учения чняма ад. Но Иисус каза че има? Написано. Пище. Я был там, сказал. Аз бях там той каза. Я там проповедовал. Я там был. Я знаю. Я победил. А, он ест. Аз го победих има го. Не грешите. Но никакые христиане низко доверват. Это их право. Твое тяхну право. Некоторые говорят. Не, куй казват. Что, ну, понимаете, такие времена сейчас, что... Такие времена. Гомоксио. Даже вы говорить не могу. Да. Вот это вот ЛГБТ, да? ЛГБТ. Че хомосексуални хора. Те вот эти люди. Те зи хора. Они же хорошие люди. Это просто у них хроматомы. Просто имать некого грешка хоромосомити. Мы не можем их не венчать. Не можем, да, ниги пуслан до церкви-то. И не можем, да, ги венчаем. Налисмы христиане, да будем добри. Это говорят христиане. Това оказывают христиане-то. Некоторые говорят. Няколько оказывают в церкви-то. Но времена такие. Че он интернет? Налисмы. Времена-то са такива. Каква церква. Вярва его в душа-то в кушти. Как сказал Сергей. Вода текет из храна. Вода-то течет. Но она текет. Налисма течет вуда-то. Зачем тебе церква? За какво тебе требует церква? Которые врата ада не одолеют. Кое-то вратите на ада нема, да я одолею. Не надо ходить в церковь. Сиди дома. Зачем ты приешься туда? Не треба доходишь на церква. Сиди, пашти. Налисмы. Как вы думаете, Бог свят и справедлив? Дали той ще бъде безучастие към този христианин? И тези проповедници, които учат така. И които водят хората към това. Или, например, говорят. Или казват. Я просто поражаюсь этому. Поражаюсь. И говорю, какое счастье, что я был научен правильно с самого начала. И аз по някога съм поражен. И казвам, че добре, че бях научен на правилните неща. И някой казва, че други языки, че това е от бесовете. И крещение със свят и дух не е това. И затова някой казва, че други языки, че това е. И 14 глава от коринтини просто изхвърлят на булкука. Ами някой церкви казва, че други языки не това е от дьявола. Бачи так по таков начин 14 глава на 1 коринтини исхвърлят у кука. Някой казва. Времена таки, че десетика не е нужно да си дава. Евреите преди са давали. Преди са давали. А сега вече аку скаш даваш, аку нискаш не даваш. И они вырубают из Библии огромные пласты. И тогава маха ту Библия, это гулеми пласты ве на Божието Слово. А Библия доказва. В самой последней книге Нового Завета, пророк Малахи, вы никогда не читали этого. Написано, можно ли человеку обкрадывать Бога? Вопрос такой, Бог задаёт нам. Вот скажите, можно ли человеку обкрадывать Бога? И Бог задавал вопрос, можешь ли докрадыш от Бога? Как вообще вопрос, как у Бога поворачивается язык обратиться к святым, праведным людям? Как Бог может до соборника в свете праведних хора состоять вопрос? А у него есть конкретная претензия. Он говорит, а вы обкрадываете меня. Вы крадете от меня. Я в шоке вообще. Он говорит, я просто в шоке. Вы не просто меня не слушаете. Вы просто обкрадываете меня. Вы не просто не меня слушаете, вы просто крадете от меня. Вы чё, ребята, вы чё? Говорит Бог. Такая казва Бог. Спросите, а чем мы обкрадываем тебя? И штыбитайте, в какого ты крадем? Десятиною и приношение. В десятицей вы приносите. Вот Бог обрисовал ситуацию. Вот это положение дел. И така Бог и описывал ситуация, это положение дел для некоторых христиан. За некоторых христианин твоя вечность неизменна. Это актуально. Това и актуально. Вы обкрадываете меня. Бог так радует и скажет, чем мы открадываете. И дальше Он говорит, не разбираясь. Он уже дальше выносит вердикт. И следует, Он говорит, проклятием вы прокляты. Вы истинно, истинно проклятием. Страшно впасть в руки Бога живого, написано. А когда Он говорит, ты проклят. Бог, мне говорит, проклят. Бог, оказывает, есть и бруклет. Как мурашки не побегут от страха. Как няму дойдут рыбки от страха. Это Он констатирует ситуацию. Это Он конфликсировал то, что сейчас есть. Указывает ситуацию, точка-то А. Но Он нас любит. Но Той не убитча. И Он предполагает, что мы сдрогнем, среагируем и пойдем в точку В, в правильное место. Той предполагает, что и се исплачим и что идем в точка В. И Он тут же дает конкретно рекомендации. Рекомендации. Как нам исправить. Он не просто нам отвечает. А Он говорит, ребята, принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня. Донесете всичките десетици в влагалището, за да има храна в домами. И упитайте меня сега за това, казва Господь, насилите. И Той не казва просто да донесем, а упитайте. Просто упитайте. Аз съм поражен. Това е невероятно. В головата не може да се побере. Така трябва да обичаш. Така трябва да обичаш. Когато децата ти, децата ти, те дразня със своето поведение. И ти го възпитаваш и си казваш, аз трябва да го обичам. Но обичам го, ну, все пага утрям поглавата. И послушайте меня. Принесите все десетини в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саоф. Не открою ли я для вас отверстия небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Дали не ще ви разкрие небесните утвори да излее благословение върху вас, то и чтото да не стига място за него. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза у вас на поле не лишится плодов своих, говорит Господь Саоф. И заради вас ще смымря поглаштателят. Та няма вече да поврежда рожбите на земята ви и лозата ви на полето. Няма да хвърля плода си. Преждевременно, казва Господ, насилите. Вы, наверное, многие не знают, что такое долги. Вы, наверное, не знаете, когда уже устаёшь от долгов и нехватки. Може би, знаете, какво са долгови. И кугато си измурен, кугато не тестигат парити. А знам, какво это. Извнышся появляют няквои пари. И извныш... И обязательно что-нибудь произойдёт. Задължително нещо ще се случи. И тези пари извъднъж ще изчезнат. Я помням, я бил грешником, офицером. Бях офицер, грешник. И, значит, я узнал, что можно в Украине, но вообще в Советском Союзе, тогда ещё купить в кредит дом. И научиш, че в Советския Союз можеш да купиш къща в кредит. Я был в отпуске, значит, я селмашчен, поехал в Херсонскую область. Утидуху в Херсонскую область. В Горностаевском районе. В Горностаевский район. Увидел дом. В тях кышта. Встал на поверь, как говорится. Встанок со сяра. И купих тази кышта. Положено в приказе министра обороны, было написано, суду мне дали. 15 тысяч рублей. Да, духами 15 тысяч рублей. И я так договорился, там, благодаря спирту, кораллам, и тельняшкам, значит, что мне... Моя должность и различные, считаю, все уговорили за 12 тысяч рублей. Это было в 90-м году. И до 2025-го года я должен был платить по 25 рублей в месяц. И до 2025-го года я требовал доплашать. Моржа, 3 тысячи рублей. 3 тысячи рублей, половина Жигулей. И мог... Из печалих 3 тысячи рублей. И я приехал домой праздновать. Прибрался в кыште и праздновал. Поехал в магазин накупить всего. Утиду в магазин, докупив сичку. Ветчины, вина. Место, вино. И по дороге домой счастливый попал в аварию и разбил машину. И попыться в кыште. Попадных в аварию и щупих куда-то. И тревожит 3 тысячи рублей. И тревожит 3 тысячи рублей, поздно, для ремонтировки плата. Ребенок заболел. Соседи затопили. Соседи затопили. Пожирающий, потому что ты грешник. Спечелился и изводнаш става няква ситуация зато, то ты си грешен. Я покаялся. И слава на Бог. И в этой церкви сказали, ты должен платить 10 тысячи рублей, если ты не будешь делать, мы пробьем 4 тысячи рублей. И в этой церкви казаха, че трябва да плаштаешь 10 тысячи рублей. А куне, а куне, что ты, например, дубка в голову тачи. И никого не се притеснявал. От страха. От страха. От страха. И ни от чего больше. Ни от какой любви. Не от любви. Просто там пожирающий. Я и так ничего нет. От страха. 500 долларов заработал, 50 долларов. 500 долларов. 50 долларов давал. 50 долларов надо отдать. 50 долларов трябва да дадешь. Неизвестно на кой. Значит, я ему отдам, куда он издет. Проповедник пастор, кой той, къде, что вземе тези пари. Какво ще направи с тях. И бях от страха и от силы на воля. И всякий поддавах. И благодаря на тези, които сами сложили на този път. И Бог ме охванул. Полюбил, да. И меня заубичил Бог. Он говорит, слушай, тебе не стыдно? Однажды мне проговорили. Из-за того, что мне казано, ты или срам? Я говорю, че? За что? Он говорит, ты мне выбираешь. Я же вижу, как ты выбираешь. Мне самые грязные и рваные. А свеждаем, как избираешь на ими хубавит и пари. Я аж потом покрылся. До сих пор мурашки отстыдаю. И все, аж тимом трубчинки. Ты бываешь такой, да? Трубки. И я сказал, холкусом ложь. А потом Малахию-то начал читать с первой главы. И започинал, что читал Малахию от первой главы. А он там священников. Ты зачем? И вообще, людей, священников. Ты че говоришь такое? А этим, ты какую мне принес жертву? И ты оказывал на священнике. За что ложь и жертву приносишь? А сын Бог? Ты перед главой района на вытяжку стоишь какого-то занюханного. А я Бог, а ты мне несешь какую-то дрять. А сын Бог, он у тебя вошь некий... Короче говоря, я вам хочу сказать. Вовше состояние поведение. Эдна година со свярата. А на одной вере. На самом на вере. Я отдавал десятую часть. Давал десятый. И влачил жалкое существование в финансовом смысле. И имов трудно финансового существования. И жене не говорил, боялся. Не сам указывал и на женатыщи. Страховался. Мол, ты че творишь вообще? Как его правишь? Нет, ты отдаешь деньги. Меня можешь пари, ну даешь пари? И у меня произвел такой взрыв, что она потом рыдала и плакала от того, что так много денег. И после се случило, едно изводнъж се повило много пари. И сега се страхувам да давам помалку. Страхувам се да пропусна някакъв доход. Искам да ви дам совет. Это свято. Это как будто здоровье твоих детей, только в них разлучено. На твоите деца, но десь пыти по-добре. Все, что угодно. Зато този, който наказанието може да е по-тежко. Това е основата, върху който стоиш. Это причина недостатка или избитка. Това е причина на недостатъка или избитка. Ты, значит, находишься в первой части. Когато даваш помалку ти си в първата част. Ты не дадаешь. Враг е дошел да открадне и да погуби. Но если ты отдаешь, точно отдаешь, относишь, отделяешь. Ако отделяш, даваш десетата част. Това е втората част, на което казал Иисус. В твой живот. Идва от богословения. Ако няма това, значит нещо не наред. Или Бог лъжи. Или ти даваш помалку. Тогава трябва да управиш ситуацията. Десетъка. Не знам нещо полезно, чрез което да вярваме. Вярата е осъществяване на очакването. Не е лесно да вярваш в исцеление. Не е лесно в многото неща да вярваме. Много трудно да ги пипнем. А вера, която се проявява в даването. Вярваш, даваш. Ако няма това, у тебя нет веры. Ако няма това, това не даваш. Ако няма това, значи не си вярваш. Раб, как говорят на Украине. Точка. Много лесно да вярваш. В даването е полезно да се вярва. Но знам, че многото не дават. Или дават, когато има добро настроение. Имам днеска. Имам, ще дам. Мога и щедро да дам. 11% ще дам. А когато нямам, тогава няма да дам. Тогава си емоционален. А чувства никакого отношения к вере не имеют. Убача няма това отношения к вере. Это вериш, не вериш, хорошо у тебя на душе. Как ты себя чувствуешь, не имеет значения. Как се чувствуеш, няма значения. Дали вярваш или не вярваш. Каждый раз высчитываешь, сколько ты должен отдать. И твой-то вярваш, ты поразник. Когато всеки пут, исчисляваш, колко трябва да дадеш. И всеки пут, когато отдаваш. И колкото посилно вярваш, повече ще можеш да даваш. Значи, след време повече ще получиш. Вчера гледах една проповед. Последно служение. Родни Браун. Някога познавали, то есть човек. Родни Говард Браун. В Святе Дух всичко се случва. В проявлении Святого Духа под помазанием. И там такъв епизод был. И имало такъв епизод. 36 минути проповед. 20 минути. 20 минути. На сцене стои мумича, 13 годиш мумича. Под тяжелым помазанием Святого Духа. И потешкото помазание на Святе Духа. Она всхлипывает и кричит. Тя Вика. Тя Вика такая стои, такая с микрофон плачет. И слазит тя пророкова. Тя Вика тези думи. Девочка, дочь пасторов, которые там сидят тоже. Твоя мичина, трянаюсь в Гудине. Родители тези западнали. И питает, от кол Кудине верва, что учителя Гудишна. Короче, выясняется в конечном итоге. В крае, на крае, что это указано. Девочка могла ехать в лагерь. Тя у мичи позапорюбот и решила дать тебе на лагерь. Тя малку полничка. Америка. Америка. Значит, крупненькая такая девочка, не скажу, что 13 лет. Значит, и она верила и мечтала за одежду на лагерь. Тя верила и мечтала дай ему дрехи за лагерь. И она родители сказали. И родители заказывали. И она взяла свою копилку. Тя взяла свою... И принесла в церковь. Тя взяла всички-то сипарикую туэй соберла. И в копилку принесла отдать десяти приношениях. И тя всички-то сипарикую туэй молот. Тя решила дагидадею на десетека. И тя каза задува. И с ней началось там проявление у нее начались. И са започнили проявить на святе дух в нея. И пастор просто ей сложил на сцену, та и тя започнила да пророкува. Я не буду говорить, что она говорила. Няма доказму, како я казала. Тя каза такива думе. А са измурих. А са измурих. Да буду свидетел. Чужих свидетельств об успехе. На чужих свидетельствах за успех. Я устала сидеть и просто наблюдать, как других Бог награждал. А са измурих просто сидя и доглядам, как Бог награждал другите. А сзех сичку, кое-то имах, и дунесух. И пошли люди вдруг неожиданно, и стали под ноги класть идти. И хората започнила да слагать пари под краката. И тебя излязла с такова турба. Но это личное дело каждого. Твое личное дело на всяких. Как ты веришь? Как веришь ти? Десятина – это минимум 10% от всего, что ты заработал от всех поступлений. От всичку, кое-то си испечелил. Всичку. А приноси. Для того, чтобы получать гарантированное благословение. От вас, да получаваш гарантирано благословение. Это тогда особое. Когда проявляваш жертва, милосердие. Когда ты это все делаешь, ты обязан и имеешь право ждать от Бога. Ты можешь доучаваш от Бога. А когда меня дальше не интересует. Это не ради нас живой. Это ради страха Господня и любви к Нему. Твое ради страха и убить что-то к Богу. Слава Иисусу. Слава на Иисус Христос. Аминь.